Мирно гуляющие и мимо проходящие. Именно так характеризуют себя участники протестной пляски 13 сентября 2020 года. Тогда они вышли на проезжую часть и решили встать в хоровод в знак своего несогласия с результатами выборов. О том, что тысячи других горожан спешат на работу или по важным делам, даже и не подумали. Общественный транспорт был парализован. Да и на собственном авто не проехать. Умышленно вышли на проезжую часть перекрестка, где находились значительное время с целью нарушения общественного порядка, создания общественно-политического резонанса. Такие действия повлекли за собой воспрепятствование движению транспортных средств и нормальному функционированию предприятий и организаций. Теперь в зале суда у хороводников от былого настроения не осталось и следа. Но есть место стеснению, что ли? Иначе как объяснить просьбы обвиняемых и группы поддержки не снимать? Общение с прессой также предпочли избегать обвиняя в необъективности. Пытаясь донести свою позицию, протестующие не смогли объективно оценить ситуацию. Это привело к неотвратимости наказания в соответствии со статьей 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Все обвиняемые вину в совершении преступления признали. При этом, кроме признательных показаний, их вина была подтверждена в совокупности представленных суду доказательств, в том числе имеющихся видеозаписями событий. Те немногие, кто был готов рассказать о причинах своего поступка, о своей правде и мотивации, уверены, что не сделали ничего дурного. На их взгляд, они имели полное право создать неудобства другим людям, поскольку были не согласны и выступали, как им кажется, за правое дело. Приговор несправедливый. Закон отсутствует. Рассчитывал насчет того, что Жабенковский районный суд более, как говорится, адекватный, принципиальный, разложит, как говорится, все по полочкам от и до. В итоге, что, скорее всего, было сказано сверху, то и было принято именно в приговоре. Тем не менее, суд принял решение и назначил наказание для 11 участников хоровода, 9 из которых отделались относительно легко. Двоим обвиняемым предложено назначить наказание в виде ограничения свободы с направлением воспротивления учреждения открытого типа сроком на 3 года. Остальным девяти обвиняемым с учетом признания вины положительных характеристик, смечающих вину обстоятельств, предложено назначить наказание в виде ограничения свободы без направления воспротивления учреждения открытого типа сроками на 2 и на 3 года. Не все хороводы дарят радость участникам веселья, особенно если они противозаконны. На этот счет государство ясно выразило свою позицию. Желающим высказать свое мнение, надо извлечь урок и сделать выводы. Притвориться проходящим мимо не получится.